Наконец-то та тема, которая предлагается, имеет два таких наименований. Первое, самое общее, русское искусство вопроса понимания. Вот если собрать все эти лекции, которые я читаю и буду читать на разных площадках, то их можно объединить вот именно таким названием. Это прежде всего, конечно, развитие русского искусства, судьбы художников, судьбы произведений, какая-то будущая, всегда подразумеваемая нашим вращением к истории. И вместе, сколько не занимаешься русским искусством, кажется, что самое многое, что попробовал понять вокруг себя, очень серьезные исследователи, а иногда даже не специалисты, занимающиеся наукой об искусстве, а вот так люди, сматривающиеся произведения и открывающие в нем необычайно важные какие-то стороны, аспекты. Иногда ведь, когда мы говорим об искусстве, такое профанное начало, бывает зачастую не менее интересным и открывающим по нам смыслу, чем глубокие профессиональные исследования и искания. Один из крупнейших искусствоведов 20 века, да, понимая, как-то поделил всю науку об искусстве, на две части он сказал, одна наука об искусстве помогает понимать искусство, а другая часть науки об искусстве тоже наука, но понимать искусство не помогает. Действительно, научное знание об искусстве зачастую бывает очень точным, углубленным, но не связанным с пониманием. Так вот, когда мы сматриваемся на искусство, то очень вероятно, даем себе отчет в том, что очень важно ставить вопросы, важнее, чем получать ответы. Это вот какой-то такой особый жанр вопросов внимания, который объединяет в себе и сам процесс украшения, и все-таки надежда, что это все не зря, что вопрос за вопросом, как, может быть, больше мы фокусируем в себя, обращаясь к искусству, что-то нам приоткроет, что-то нам откроет. Это вот одна такая самая общая часть оглавления. Вторая, вы видите, в центре экрана название двух лекций. О живописи в свете фотографии. Это, конечно, невольно, как мысленная, но игра слов. Знаете, хорошо, что когда-то искусство фотографии называлось в России не фотографией, а светописью. Поэтому в свете фотографии, в свете истории фотографии, взаимоотношений живописи с фотографией, само искусство красочное, само искусство живописи начинает смотреться несколько иначе. Я сам хотел бы подчеркнуть, что все то, о чем пойдет речь, это все-таки взгляд искусствоведа. Человек, который занимается историей живописи, историей графики, не историей фотографии как отдельного вида искусства. Поэтому здесь ближе находится рассуждение к этому корпусу явления, к самой живописи. Так вот вопрос о том, как же открываются нам изменения в русской живописи, какие истории с ней происходят в связи с тем, что появилась, развивается фотография. И это, думаю, посвящено две первые наши встречи. А вот под таким общим названием я специально не от Карла Брелова и Ивана Шишкина, не делал какого-то еще водораздела. Можно было бы, например, сказать Брелов и Шишкин, Борисова, Мусатова и Рубеля, отца Борисова, Мусатова и Рубеля, Горьева, Булатова и Дмитрия Шовина. Ну, я знаю, мне кажется, что скорее важно показать эту общую перспективу на этой лекции, чем дробить как-то более детально внутри. Конечно, до Влада Брелова и Шишкина мы сегодня-то еще не доберемся. Прежде всего, то, о чем пойдет речь на следующий раз. Отбор, пример, произведений, которые будут на экране, авторские, но я уверен, что у вас есть какие-то свои дополнительные или контрпримеры, какой-то свой материал, который вам захочется в этот контекст вписать. Пожалуйста, да, по ходу дела вполне, если возникает вопрос, если возникает комментарий, они будут вставить, внести, высказаться и так далее. Тем более, по окончании такого общего рассказа не надо ждать круглого слова, и можно обсуждать все сразу. Графия в России переплетается с историей других, и все еще, на самом деле, вообще, на удивление, что так афер в России появляется, по сути дела, беззадежно. Ну, а если посмотреть на то, как она развивалась в Европе. У нас, в принципе, чаще всего было это иначе. Чаще всего какие-то ключевые изобретения, появившиеся на Западе и на Востоке, приходят с некоторым запозданием. Иногда это бывает даже неудобство, потому что мы уже знаем, что там появилось какое-то такое интересное изобретение, но просто как бы настраиваемся внутренне на его освоение. А второе удивительное дело. Ну, по сути, вот первая такая фотография российская, катируется тем самым 1939 годом XIX века, когда и в Англии был прочитан доклад, видимо, Генри Фокса Тальбета. Доклад этот был прочитан в Королевском, Лондонском и Королевском обществе, где Тальбет рассказывал о собственном способе создания того, что мы сейчас бы назвали фотографией, а сам Тальбет это назвал колотипией, и вообще, именно от Дальбета, от его французских знаменитых сооткрывателей фотографий, Дагера и Епса, идет эта линия представления о фотографии, как живописи, без карандаша и красок. Да, уже с самых первых шагов фотография связывает себя с искусством жанра. Все, вот интересно, что фотография Фридшилд была создана в той технологии, которую сам Тальбет обозначил как колотипия. Хочу заметить, что слово колотипия греческого происхождения. Вы все прекрасно знаете цветы кала. Прекрасные цветы кала. Это имя святополучия греческого слова хаос-красота. Есть знаменитое греческое понятие колокаготии, то есть единство, красоты и добра. Как в России принято говорить, этики и эстетики. Поэтому внесли колотипия и красивый отпечаток. Заметьте, что в России первая колотипия была изготовлена владеющим силовским химиком и ботаником, академиком Юлием Федоровичем Фридшем, и служила его задачей, собственно говоря, из основочного познания. Но академик Фридшем и сам чувствительный к эстетике добивался в этом отпечатке, в этом произведении вот такого эстетического начала. Ну, а само наименование колотипия тоже ко многому здесь обязано. Я хочу обратить ваше внимание на то, что вот эта первая фотография была исполнена не в Петербурге, она была исполнена в провинции, куда такая экспедиция, возглавляемая Фридшем, прибыла для изучения, исследования географии природы. Интересно, что в этой экспедиции ботаги Ди Фридша был уже один из первейших российских фотоков. Для Фридша здесь это было опытом, связанным с его научной деятельностью, но именно рядом с Фридшем был человек, который сыграл очень значительную роль в истории русской фотографии, а имя вину фотографа Сергея Левицкого, это отдельная фигура. Он совсем молодым человеком, можно сказать, прикоснулся к этому появлению фотографии в России к этой колотипе Ди Фридшем. Ну вот видите, 1939 год. Пушкин не успел. Пушкин не успел, а вот погиб до трубы. А вот многие знаменитейшие люди в пушкинской эпохе они оказались персонажами в эпохе фотографии. И узнаем, что очень таким драматическим для русской культуры был 1852 год, когда временно почти умирают Львов, Линка. это вот середина 20 века, там близко появляется такая печальная известия о смерти Александра Иванова. Но вот эти фигуры, которые мы представляем себе прежде всего в контексте какой-то пушкинской культуры, пушкинского времени, оказываются людьми, которым это техническое искусство было уже знакомо. Недавно я встретил увлечательную такую сентрацию. Известно, что увлечательный русский поэт Евгений Боротынский жил в эпоху фотографий в микробахах. А слышно такое? Ручили? Вот так. Как это будет? Это может быть для записи. Ивгений Боротынский жил в эпоху фотографий. Как жалко, что мы до сих пор не знаем, не нашли еще ни одной фотографии Боротынского. Исследователи истории фотографии узнают множество фотографий, надо сказать, родственников Боротынского, самого поэта, конечно, започтевали, но пока не здесь. Мне кажется, очень важным включили наше представление в культуру уже конца 30-х, 40-х, середины этих годов 19-го века представление фотографий о том, как объявление фотографий воздействовало на искусственную живопись. Конечно, такая фигура эпохальная, как Карл Павлович Брилов оказывается в контексте развития искусства статей. Причем двумя способами того окна ролика. Во-первых, сам образ Брилова предстоит перед нами в таком самоописании художника. Брилов позаботился о том, чтобы мы представляли его по его автопортретам. Вот для Брилова создание автопортретов это явление принципиальное. Вы знаете, что художники обращали к жанру автопортретов по разным причинам и поводам. Скажем, бесконечное самоизображение Ван Гога. Как много автопортретов Ван Гога, какие они разные по своему художественному качеству, по каким-то особенностям. И мы понимаем, что Ван Гог в себе видел прежде всего натуру для самоизучения. Он не столько открывал в себе какие-то разные стороны личности в зависимости от извивов его жизни, ситуации его жизни, не столько даже экспериментировал в сфере выразительности языка и искусства. Нет, для Ван Гога это была наиболее удобная и естественная возникающая натура для изучения, которую он бесконечно фиксировал. Вы знаете, что скажем о Ван Трамбрандт в своей жизни? Прежде всего автопортрет использовал для того, чтобы показать себя на основном этапе жизни, отметить, выявить какие-то субстанциональные изменения в том мире, в котором он существует и в своем внутреннем мире. А вот Брюмов, конечно, создавал автопортрет как основу авторского мифа, как основу легенда о самом себе. Для Брюлова автопортрет это произведение, которое связывает его с классической мифологией. Ранее автопортретом Брюлова, но Аполлона не Брюлова. И это важно было для Брюлова. Он хотел, чтобы это выглядел. не внешнее искусство, а сущностное искусство с Аполлоном, а внешнее тому только опора. И вот поздний автопортрет Карла Павловича Брюлова создан как тоже программное произведение. Оно продолжает вот эту романтическую линию самоощущения и ценности Брюлова. Это романтическое начало сказывается в прическе, которая еще начала 19-го века носила такое замечательное название по-французски «Ангуб дэвам» в порыве ветра. И вот такую прическу в течение нескольких часов парикмахер укладывал на голове с тем, чтобы создалось впечатление, будто бы человек гулял где-то там на берегу моря или залива какого-то и гулял в одиночестве, порыв ветра, чуть-чуть просто пали в волосах. Это внешность, которая идет от начала века, и этот характер, романтическая внешность Белов сохранил до середины 19-го столетия. Этот автопортрет Белова поздний, последний автопортрет Белова, хотя бы несколько версий этого мотива возвращался. Этот автопортрет Белова написан, как говорят современники, рано постаревшим человеком, как-то стремительно постаревшим человеком, который пережил тяжелейшую болезнь. И он почти был недвижим, и не был способен к какому-то творческому деянию некоторое время. И вот на выходе из этого состояния последние годы жизни его были дарованы, он, как только смог начать работу, он стал писать этот автопортрет. И вот это сочетание усталости, горького опыта, о нем мы еще поговорим, жизненного прилога, вместе с тем несомненного самоутверждения артистического начала, которое в нем есть. Ощущение собственной гениальности было у него всегда, и это ощущение его велок по жизни он утверждал своими произведениями. Вы знаете, об этом пишут вас всех помню. Статья об учебниках говорят на экскурсии, обращая внимание на его руку, в этом автопортрете, как он внимательно и особенно пишет, это та самая рука, которая создала гениальные полотна. И эта рука, которая позволила, кстати, потом врачам в 20-м веке сделать вывод по причине смерти Бюлова. В этой руке был поставлен синдром болезни, который привел к смерти. Вот такой многоаспектный романтический, поздно-романтический, драматический образ Бюлова, он многим нравится, но главное, что он выражает вполне тот образ, который хотел оставить по себе Тару Павлович Бюлова. Возвышенный с элементами печаль, умыленный опытом человек, и, вместе с тем, главное, гений. это 48-го год. На выставке Вернетаря, на прекрасной выставке Дегератипа Вернетаря и хорошей фотографии, появился вот этот образ. Появился вот этот образ Бюлова. Вернетаря, говорите, явно запечатление Бюлова на этой фотографии связано с его портретным творчеством. Вообще, когда мы встречаемся с фотографиями некоторых гениев, будь то Бюлова, будь то Энди Орглов, зачастую это простят меня фотографы. Я так понимаю, что здесь прекрасные фотографы в этом зале, но зачастую важнее кто изображен, чем тот, кто сделал с ним по одной простой причине. Персонаж, герой или осознанно в любом усилии словами и действиями определяет, какой должна быть эта фотография. Или подспудно и произнося ни одного слова, просто являясь фотографом в этой своей ауре гениальности и сложившуюся имиджу, представление, о нем програбируют те установки, которые иногда фотографы коррупции абсолютно авторские, когда он создает это изображение. Несомненно, что за реатив, представляющий Прилова, есть творчество самого Прилова. В отношении к вороту головы, к свету, к нашему контрастному элементу, этот реатив вполне вписывается в живописное и эгорифическое наследие Прилова. как будто бы он сам себя сфотографировал. Но ведь знаю, как у вас, у меня как называется, был когнитивный диссонанс или рецептальный шок, я вообще знаю, как это назвать. Правильно. рецептальный шок, но дегратиф, который, мне кажется, напрочь разрушает мифологию, авторскую мифологию. Потому что в нем проявляется, как бы он не был выставлен и поставлен, то бытовое начало, которое, казалось бы, гению не должно сопутствовать. Вот интересно, что все срегусировано в этом изображении. Взгляд, конечно, верный. Конечно, книга к Богу, конечно, книга сам. Поворот, который заставляет нас особо напряжение следить за этими тоннами, этими головами. И тем не менее, трудно даже сформулировать, насколько различие между живописным образом, где каждый мазок, каждое прикосновение к кисти художника выявляло это самопонимание, насколько разница с тем, что оказывается запечатано. на этом дегеративе. Таким образом, сама фигура Брюло вписывается в историю фотографии через этот факт, но можно отсказать и одну. Можно сказать, что собственная живопись Брюло создавалась в предчувствии, а в какой-то момент и в унисон с развитием фотографии. Есть, кстати, даже удивительные совпадения еще были задолго до этого позднего автопортрета. Я хочу вам напомнить, что замечательный французский художник Дегер, основатель Дегеративии, прославился тем, что он создал диорамы, которые пользуются огромным успехом в Творине, которые он привозил в Лондон, и они пользовались там с спросом большим. вот среди разных сюжетов Дегеревских диамонов было извержение везурия. И это извержение везурия, которое Дегерев создавал, по сути, в те самые порции, где Добрилов трудился над своих шедевров в Италии. В этом отношении удивительное сходство было, а вообще, наверное, изобретение фотографии невозможно без доли романтизма, а сам сюжет, сюжет извержения везурия, был одним из популярнейших в романтическую эпоху, поскольку он так и замечательным соответствовал. Но искусство предлова оказывается не только в параллеле с развитием фотографии. Он настолько был всесторонним художником, как Турган Эгим, он настолько работал не просто над конкретными произведениями, одним за одним, не только отвечал на конкретные заказы или вдохновлялся мотивом. Он всегда во всех своих произведениях словно решал принципиальные задачи. Ну, не очень хорошо это звучит истористически, скорее, это куда-то в математику у нас будет, или в современную деловую стилистику, Но важнее другое. Важнее, что в любом самый быстрый своей наростке или серьезной моментальной работе он испытывал пути искусства, он испытывал какие-то варианты развития. Иногда ставил перед собой такую задачу, а иногда не думая над этим, а так у него все равно получалось. И в этом отношении художник, который прославился как исторический любописец, но создал столько прекрасных портретов, который никогда не осознал, что новая историческая шедевральная работа не рождается из-под его кисти, он стал прежде всего искусством портрета искать для себя развитие. Именно в этом искусстве Брюлов подходит к исчерпанию возможностей живописного портрета, так как он развивался его веком, и сближению этого портрета живописного с открывающимися возможностями фотографии. На самом деле мы такие примеры представляем себя по последним выставкам Брюлова очень хорошо. выставим этот чудный-чудный портрет князя Александра Николаевича Галицына из собрания Третьяковской галереи и жалована на несколько последних выставок. Портрет человека выдающегося очень тревожной персоналу истории русской культуры Александра Николаевича Галицына, он же с одной стороны интеллектуал высочайший, человек, который создал российское библейское общество, который очень серьезно занимался изучением библейских древностей, а вместе был выберут прокурором Святейшего Сената, был человеком, который занимался народным просвещением с детских дней друг Александра Первого. И при Александре деятельность Александра Николаевича Галицына, особенно в первые годы царствования Александра Первого достигла апогея, и конечно тут же начала встречать мощное сопротивление Русской Православной Церкви, поскольку по своему образованию взглядом Галицын стремился к какому-то надконфессиональному пониманию истории, культуры, духовных ценностей, и это вызвало очень решительное сопротивление. А в этой надконфессиональности был мощный масонский компонент, и вы знаете, как история масонства в России она такая через полосица, то их приучают, то их совсем не упущают. И когда масонство было приоткрыто в России, это была одна история для Галицына, когда же Александр Первый предпринял решительные действия сопротив масонства, это и сказалось, конечно, это Галицын. Вот, я не мог бы сказать вам о том человеке, хотя у нас сегодня историческое занятие, мы говорим о живописи и фотографии, но в отношении вы понимаете, какой неявный, но значительный прорыв совершает такого попрета Габрилов. Габрилов мастер роскошных декоративных художественных решений, необычайно эффектной световой такой партитуры живописных произведений. Это художник, для которого блистание красок в сиянии света живописного оказывалось всегда важнейшей частью его таких художественных задач. И это по сути было в художественном плане посвящено главному шедеру «Последний день Помпей». Не буду вам напоминать, вы прекрасно знаете статью Гоголя «Последний день Помпей», где Гоголь отмечает первую силу особый мир сверхэффектов, как мы сейчас сказали, кстати, об этом говорит Гоголь живописи Билов. И другой виден портрет, который лишен каких бы то ни было эффектов, по сути. Более строгого по своей прочерчивости, более скромного по выявлению декоративных свойств цвета портретов представить себя другим. Зато повышаются другие качества такого рода живописи. Повышается вот это оптическое иллюзорное начало, в котором очень важным оказывается соединение пространства и сочетание такого хода движения пространства с расчленяющими и маркирующими его объемными небольшими значительными объемом телами, предметами, объектами. Вот такое световое состояние, такое рассеяние света, которое позволяет обнять, блин к собой световым потоком и скажем, в целом фигуру князя Горица очень небольшой, небольшого расточка был очень маленький и для головы это важно. Но врос совсем не было ничего с портретом, поэтому пресса, конечно. И вот и в целом вся эта фигура замечательно интерпретируется этим таким очень поджатым и строгим световым построением. И, например, ручка кресла. Смотрите, как она проработана в этом отношении. Или, скажем, растение, или ножка стола и так далее, и так далее, и тому подобное. Мы понимаем, что Брюнов по сути дела переходя к последнему этапу своего творчества вдруг уходят от того светодекоративного пути, который, казалось бы, может принести ему бесконечный еще успех. Потому что такая эффектная светодекоративная живопись, которая была присуща его более ранним портретам, она вызывала восторг, она вызывала абсолютное приятие публики, аудитории. Приходите. Она вызывала приятие аудитории. И, конечно, на этом пути Брюнов создавал свои великолепные произведения. Оставшиеся неоконченные знаменитые портреты собрания Русского музея проявили Павла Саморова, удаляющиеся с Баном, с Таран, с приемной дочерью, с Амацелии подчинем, портретам как бы венчает собой эту свето-декоративную манеру Павлевого. Он, пожалуй, может быть поставлен в один ряд с последним днем Пампеи по своему сверхэффектному такому живописно-композиционному решению. И, с тем, эта работа оказывается незавершенной. Почему незавершенной? Потому что, по сути дела, параллельно с ней появляется такого рода работа. Может быть, переход от одного к другому стилю, здесь, может быть, сказывается на создании принципиальнейшего плата на работа. Но не только, может быть, из-за этого. Здесь вспомнить какие-то моменты личности, судьбы снова брело. Хочу напомнить, чтобы рефиме Юрия Павла Самойла сыграла историю высшего света России очень значительную роль. Будучи продавитой, знатной дамой, рефиме Павла Самойла исторял собой высокое свободомыслие. Высокое, потому что независимое в силу рождения и богатства несомненно. И это женщина, которую Грилов богословил, который похранялся и любил, скажем так, которая отвечала ему нежной заботой в самые сложные моменты его жизни. А как раз этот портрет создавался Грилову в тяжелейшее время в истории его жизни об этом скажем, и грифиня Самойлова еще есть из Италии, как в эти годы в Петербург окружила его всяческой заботой. Может быть, этот портрет, в котором такая история любви Самойловой находила свое воплощение, не был завершен, потому что не была завершена еще история. Художник волен не завершить свой шедевр, подчеркнув тем самым его шедевральность и место в его судьбе. И вот эта история незавершенных произведений, она очень важна, когда мы думаем о взаимоотношениях живописи и фотографии продукта творчества, деятельности и там, и там. Насколько интересно в истории фотографии принципиальная незавершенность работы может быть достигнута, оправданно и предъявлено зрителю для эстетического освоения. А вот уже давно, в классические эпохи освоила эту идеологию нольфиниту, незавершенность. Вы знаете, что психологи и культурологи разработали несколько концепций нольфиниту, из-за чего не завершены знаменитые скульптуры Микелямовы, из-за чего не завершена картина Елене Христа Нароула Александра Андреевича Иванова. Не будем сейчас вдаваться на все это, отдельный специальный вопрос, но ясно, что в истории пластических искусств, к которым относятся и живописи, и скульптура, и графика, в истории пластических искусств, нольфиниту, становятся частью художественного высказывания. Насколько в мире технических искусств, будь то фотографии, кинематограф, видеоарт, состояние и приемным финиту, воспринимаются так же глубоко и обраво. Это вопрос, о котором будем задумываться. Надо сказать, что в эти 40-х годах создают живописные портреты, которые позволяют задумываться движение вкуса до скуса. Ну вот, если мы возьмемся, пожалуй, всю историю русской живописи и попробуем найти в истории русской живописи безупречные явления. Безупречные явления с точки зрения техники искусства, безупречные живописи, безупречные явления с точки зрения художественного вкуса, то есть той тонкости, подбора форм, приемов и мотивов, которые объединяются в единое целое художникам, то окажется, что это очень сложно, наверное, найти такие образцы. Как только мы беремся за искусство самых великих наших русских художников, мы заведомо знаем, что они много достигли в искусстве колорита и так далее, мы приходя к той или иной работе, можем вообще-то на самом деле, я тут очароваться почти у начальника, мы можем найти у представительного колориста Левицкого ужасно нарисованную руку, сочтение пластической анатомии, мы можем поразиться там у Сурикова, какой-то неожиданно грязно, 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 и так далее, но так далее. В этом смысле Брилов, как художник, который нес себе вот эту идею гениальность, он стремился к бесконечному совершенству. И вдруг в цирковые горы он создает портреты, которые, казалось, и так думали многие у современники, роняют высоту художественного вкуса. Ну что это за такая вещь, я там, ну что вы уже знаете, чем я, леопардова шкура? Ну, будем называть его леопардом, если мне другие сказали. Я не очень. Ну, вот что это за леопардово шкура или эти по линии дверья? Ну, вот сам интерьер, который лишён такой ясности и строгости, сказал, что дворянство и отближается в этой какой-то игре формы, да? И вы понимаете, что вот здесь гений Брюлова идёт во след жизни, что изменение стиля, изменение остановки в леопардских домах, особняках, инфицируется. Вот интересный художник, который мог прежде в живописи создать образ, подчинённый полностью собственной концепции. в собственном виде. Он, как раз именно в сороковые годы, начинает всё больше и больше зависеть от того, что открывается его взглядом. Не перестраивая эту реальность. Спустя годы и годы, после Брюлова, эту проблему, что мне изображается? То, что я вижу или то, что я выстраиваю в виденном виде, по-своему решит Алексей Александрович Серов. Он сейчас открылась с парадоксальным названием, но необычайно насыщенная в русском музее выставка «Серов не портретист». Я хочу напомнить маленькую историю появления самого значительного портрета Юсуковского цикла, портрета Зинаиды Николаевны Юсуковой. Вы знаете, что это имеет, пришла в голову идея пригласить в архангельское Серово с тем, что он спокойный, с уважением, блестательно написал прекрасное семейство Юсукова. И этот цикл, весь гениальный впоследствии портрет Чупу, более скончался на корню. В первое объявление. Потому что, все продумав, княгиня Юсукова решила, что она представит перед художником вот там-то и в таком-то платье, в таком-то обречении. А художник посмотрел на что оделась прекрасная княгиня и сказал, что написать ее не будет в таком наряде, что она надеет вот то платье, а не это. Ну вот. Да, он и так это не очень хорошо, наверное, да? А вот что он стремит, где-то церпачи, опасно даже такое состояние. Вот. Но в том, заметите, что эта борьба за то, как должна выглядеть модель, была художником выиграна без вопроса, что называется. Без конгранистом была выиграна и пришлось переодеться. вот Шеров это почувствовал, а Брюлов годами-годами раньше идет во след. Идет во след тому, что в это же время, по сути дела, начинает фиксировать как реальность искусство фотографическое. Вот здесь возникает вопрос о месте, о роли художника, который воплощает свое видение, свое понимание мира, выстраивая его в параллель с развитием искусства. Фотографии. При этом, конечно, мы обращаем особенное внимание на то, что так будет интересно первым русским фотомам. На соотношение фигуры и фона. Но вместе мы не можем уйти и от другого. Мы не можем и задуматься над тем, как композиция в портрете и в фотографии отражает сущность явления и событий, связанные с этим произведением. Портрет Эмилии Тим был недавно у нас на выставке на работу Брюлова в русском музее из частных коллекций. Выставка была невероятная. Там было, по-моему, 10 произведений. Все из частных коллекций. И, как говорили в открытую, сотрудники русского музея, чуть не каждый из них лучше всех произведений русского музея. Не надо это так сказать. Всех произведений русского музея. Кроме, разве что, последнего дня. Потрясающим качеством, на самом деле, была такая десятка малоизвестных работ Брюлова из частных собраний. И вот, среди этих произведений, был портрет Эмилии Тим. Чудный портрет. Чудный. И вот, все здесь есть. Есть молодость, раяние, красота. Есть причастность к музыке. Есть вот эта удивительная Брюловская режиссура в этом портрете. Я как стоял со студентами у него, мы долго обсуждали, в чем сюжет этого портрета. Вот, можно ли рассказать до и после? Ну что, явно она не играет на фортепиале. А вот, посмотрите, в руке у них перчатки. И накидка переброшена через руку. Летний, может быть, даже, может быть, знальный день и открытое окно. И вот что. Как мы можем выстроить такую литературную историю этого портрета? Она последний звук сдаст и пойдет на прогулку? Или она вдохновилась тем, что было там, за окном, стремительно вошла, создала последний звук, и теперь она с кем-то готова общаться? Замечательные истории могут быть здесь продуманы и придуманы зрителям. Одно из них нет, есть много разных. Очевидно, что за всем этим, и за ландышами, которые запутаны слева, за всем этим есть что-то очень светлое, чистое и увлекающее в этом портрете имени Ити. Все есть. И есть то, на что влетели мое внимание молодые люди. Когда мы рассматривали этот портрет, я сам сразу даже не вник в это. Я сказал, а тут есть такой очень тревожный момент. А что за тревожный момент? Вот. Ну, согласитесь, все прекрасно. И зелень за окном. И красная драпировка портьера. И лицо помилитель прекрасно. Ну, сухая ветка. Сухая ветка, которая за ней, но почти колет ее прекрасную плечо, кажется. Что за порядком? Знаем, насколько в эпоху романтизма все эти детали были значны. Там в простоте душевной не могло быть чего-то просто так. Там гора не просто гора, а некий знак испытаний. Луна не просто Луна. Ну, и так далее. Эпоху романтизма, она вся такая символичная. И вот эта версия. Вы понимаете, где она тут располагается. На самом деле здесь. А может быть тогда ничего не значит на самом деле. А может быть, хотя стоит представить себе, что этот портрет, по всей вероятности, мы не знаем обстоятельства, что этот портрет написан в форму счастливых отношений имеется. Увлечение было у этой молодой женщины, которая была прекрасным музыкантом на самом деле. Чуть позже она уедет учиться к Федрику Шопену. На всю жизнь останется в памяти теорек, которые она давала ей. Ее музыкальные способности, блин, чем высоко, оценили с людьми. Она даже концертировала. Это тоже здесь отмечено. Но мы знаем, что произошло дальше. Дальше произошло страшное. Страшное, вначале он влюбился в Эмиле Витимблевке, в дочку южевского полковиста. И в 38-м году они собирали свадьбу в церкви Теаны на Кирочной улице. Свадьбу, которую свидетели отмечали, был странный, быстрый, не очень радостный. Почему-то Белов не был в настроении. Брак Эмиле Эйтин и Карл Брюо продился 41 день, после чего он был беспроводно завершен. Он привел к тому, к страшным последствиям для его. Потому что весь свет получился против этого необычайно чуткого к любви света. Большего света художника. По сути дела, его работы снимались в гостиных со стен после этой истории. Потому что здесь встретились две легенды. А где-то там наверняка есть одна из них. Затемная и правда. Потому что Брак был разрушен. После, сначала, известия о том, что в Этис-Иланды, что это символ чистоты, имели Эйтин, отношения уже не имели. Но это, наверное, было бы абсолютно частным делом молодой семьи, если бы не страшные обстоятельства, что это горе для Брюо было связано с тем, как носился в своей дочке собственный отец. В виде в ней не только свою собственную дочь, но и предмет своего вожделения. И эта история привела к тому, что Брагову официально, что было не обучение словно в те времена, было получено разрешение государя и синода о расторгах тимуратичных отношениях. Но в противоречии этому была запущена вторая антибрюловская история о том, что дело было в уже спивавшемся и безнадежно грубом человеке, от которого сбежала эта прекрасная молодая женщина. И вот такое столкновение мифологии светских историй привело к последствиям действительно для Брюо тяжеления. Причувствие, интуиция художника или просто так ветка сухая в этом произведении стоит довольно трудным. И, тем не менее, мы понимаем, что когда кисть художника, директор Каргири, он способен иногда на неотчетливое для себя даже, неподотчетное собственному разуму решение и действие там, где, казалось бы, все может быть отнесено к тому роду замысла, что, может быть, заранее проявлено в эскизах, продумано с точки зрения профессионального мастерства. Это ведь никакой мазок положился в последнюю секунду, это ведь хорошо выстроенный и продуманный портрет. Тем не менее, для художника такого склада, как именно Брюо, очень порывистого и очень такого артистичного внутренняя, такое вот вполне неожиданное решение могло явиться. Мне бы совсем не хотелось, чтобы, тем более, пространствовалось фото, чтобы вы начали вдруг устраивать из моих слов такую линию, что, знаете, великий живописец может, а фотограф не способен, да? Нет, не к этому я говорю, скорее к другому, что у каждого вида искусства есть свои способы деятельности, свои мгновения, когда в этом процессе создания художники еще кто-то может, а потом уже, наверное, без ущерба для художественного образа и нет, тогда надо браться в другую, в другую, в третью работу. Вот искусство живописи, то, как оно создало, скажем, тем же прилогам, давало такие возможности. Я вам сейчас не исправлю эту речь. Надо сказать, что это эпоха любого Александра Иванова, Гоголя. Когда мы говорим об этих художниках, мы понимаем, что мы отдаем какую-то такую характеристику эпохи не по литературной линии, после Беленского все как бы так и согласились. Есть литература пушкинского берега, потом гоголевского берега. Вот когда мы смотрим на историю живописи, понимаем, что это несколько не так, потому что пушкинско-гоголевская эпоха, потому что невозможно увидеть брюлова только во времена Пушкина и не увидеть его во времена Гоголя. В этом смысле интересно, как фотография врывается в наше представление об эпохе, по культуре в целом. Сергей Львович Левицкий, тот самый, который совсем молодым человеком присутствовал при изготовлении, при появлении первой русской фотографии академика Фридича. Левицкий, который долгие годы очень успешно трудился фотографом, причем он получил прекрасное европейское фотографическое образование, потому что он как фотограф работал в Париже, в Лондоне, он общался с профессионалами в Вене. В этом смысле он был оснащен и с точки зрения фотографической техники, и с точки зрения подходов к искусству фотографий на самом высоком уровне. И вот молодой Левицкий, молодой Левицкий старший, потому что его сам тоже стал готовым, в 45-м году приезжает в Италию, и там оказывается в следе русских, русских колоний, русской интеллигенции, литераторов и художников. И этот снимок появился благодаря тому, что в Ватикане, в соборе Святого Петра, в честь приезда государя Николая Петра в Рим, Папа Римский устроил прием для русских художников в присутствии государя. И государь, увидев эту колонию русских художников, Николай I, была она так резава в своих суждениях, сказал сопровождавшему его брату Толстому, который был заинцем художников ответственности, сказал, слышал, что гуляю еще и пока. Собор Святого Петра, Папа Римский, государь император, художники все при осознании этой встречи особенной. И вот, как бы они слышали такой опыт, главное, что сказал государь император, знаю гуляющих. И сопровождавший граф Толстой ответил прекрасно. Он сказал, и работают много ваши величества. И художники почти прослезились, от того, что и так изящно была проведена эта защита, их такого статуса и значимости. И они решили преподнести графу Толстому фотографию о себе. И Левицкий делает этот снимок 45-го года. Здесь же оказывается вот он, Николай Васильевич. Гоголь. И здесь же находится тот художник, по портрету которого мы себе представляем Гоголя. К сожалению, по портрету Моллера. Самые знаменитые журобистные портреты Гоголя. Это портреты Моллера. Здесь русские скульпторы. И здесь вот она еще есть. Вот она. Вот она. Вот она. Вот она. Вот она. Это годами раньше. Она. Мариулыча. Девочка в Мак-Волгинске с боядикой в руке. Вот фотография Левицкого 45-го года соединяет драматические точки, на самом деле, к русской художественной истории. Кто это Мариулыч? Почему Юрий Кипренский написал в таком юном возрасте? А почему художники? Почему художники посадили ее в центр этого снимка? Ну, понятно, композиционный какой-то центр должен быть. Хорошо входит эта драмская фигура. Но чем она так заслуживает? На самом деле, это еще одна такая яркая печальная драматическая история, связанная с жизнью Ареста Анатольевича Кипренского. Арест Кипренский был в этой колонии художников. Довольно рано оказался уже там детальней следить. И он нашел прекрасную модель красоты неописуемой, которая служила ему верой и правой моделью. Не только ему, правда, верой и правой, но и художником. Это была мать этой девочки, это была мать Мариулыча. И однажды в мастерской Кипренского ее нашли убитой. И в свидании межонок, следы Скипедара. А через некоторое время скончался солдат. И Кипренский всем рассказывал о том, что это было какое-то страшное убийство, совершенное на его слугу. Все понимали, что убийца был, наверное, самый художник. Эта история оказалась для судьбы и репутации Кипренского сильнейшей. Он уезжает из Италии. По сути дела, как мы с вами говорили о Мариулоле, подвергается в Мариулолской Петербурге, а Кипренский подвергается в разных странах Европы, астротизму. После вот этой истории, по сожалению, отрушился. Ничего доказательства, что он убийца, нет. Только не думайте, что он был убийцей, пожалуйста. Не надо. А Скипенским вообще всегда все непонятно. Да. Дело в том, что нам все непонятно с Скипенским. Мы не знаем, откуда вообще взялось этот арест Адам. Адам ведь знает. Но отчимом был Адам Швардер. Отчимом. Но почему отчество не по отцу? А отчим? А отчим? Ну, может. А почему Адам Швардер? Прекрасное имя, но редкое по тем временам оно не было. Почему, наконец, Кипренский был? Да. И если его отец был Иван Дьякон, отчим Адам Швардер, то мальчик почему-то получил с арестом Кипренского. Да. Там есть разные предположения. Богиня Любви Афродити некоторые восходит. Киприда ее называют иногда. А некоторые говорят про Копорье. Там вот что там? Иван Дьячай. То есть, да. Киприя такое растение. Там много Кипрея растет. Может поэтому Кипренский. Ну, не знаю. Ну, вообще мы не понимаем. Мы про Кипренского больше не понимаем ничего. Поэтому вот так присоединиться к молве тех лет «убийца» или согласиться с Ершиной Дьякон, конечно, для его служи. Ну, невозможно. Мы знаем событийную сторону. Мы знаем, что от него отвернулись. Мы знаем, что это все продолжилось тем, что Кипренский вернулся довольно поздно. Почти спустя 15-15 лет в Рим разыскал дочь этой погибшей натурщицы, выросшую Мариучу, и женился на ней. На снимке Левицкого вдова Кипренского центра, чьи следы потом потерялись на самом деле, и мы не знаем, что было. То есть вы понимаете, как все эти истории оказались бы, может быть, разрознены. Нам бы не хватило каких-то свидетельств на постановке чудного фильма, который можно снять, правда, на основе всех этих историй. Если бы не фотография, созданная рукой молодого Левицкого, приехавшего в Рим, захотевшего, надо сказать, пообщаться с этой колонией русских художников. Совершенно не обязательно было приезжая в Рим их искать и общаться с ними. Не надо думать, что скульптор Стаасар, который здесь есть, или Морлер, живописец, были властителями дум для художественной молодежи из Петербурга. Это было вообще некоторое волевое усилие Левицкого, историческое движение Левицкого художника. Кстати, интересно, что когда он делал этот снимок, он заметил, что русские художники в тот момент в Риме не использовали фотографию для фотопортретов, а только фотографировали римские здания. Тоже интересно, что в 1945 году этот способ запечатления действительности русскими художниками использовался однобок. А Левицкий, по сути дела, создает один из первых многофигурных фотопортретов, тем самым закладывая прекрасную традицию, которая посчитала несколько десятилетий. И мы с вами начали говорить о том, что именно в эпоху Андрилова, в эпоху Гоголя, Александра Иванова рождается вот этот диалог фотографии живописца. Есть ли сам Брилов? У нас нет никаких свидетельств, что сам Брилов фотографировал или использовал фотографию. На сегодня эта тема не разработана. Опять-таки, очень осторожно, может быть, придет какой-то магистрант молодой, который заинтересуется этой темой и обнаружит, что Брилов испытывал фотосредства. Вообще-то, предположить это можно, поскольку Брилов был воистину жатен ко всему художественному и к испытанию художественных возможностей. Но на сегодня у нас нет никаких фактов, которые бы свидетельствуют о том, что Брилов использовал ресурсы фотографии в своем творчестве. А вот художник уже следующего этапа, следующего поколения Сергея Федоровича Зарянко не просто использовал фотографии и фотоспорты, а делал это системно, принципиально. И вот посмотрите, пожалуйста, я не случайно испоказываю работу, по сути дела, одного и того же времени. Фотографии вот Элия Левинского, как за театрами Панайова, и портрет Брилов Лазарева Зарянко-Живописи. Это и то, и то середина 50-х годов. И там возникает вот эта задача изобразителя художника, скажем так. Фигура, фон, свет. Фигура, фон, свет. Первый вопрос, который мы можем сопоставить. Насколько для русских фотохудожников опыт живописи в этом отношении был важен? Насколько они учитывали в своих постановках, в организации фона, в выстраивании света, те приемы, которые наработала искусская живопись. Это, по-моему, очевидно. При взгляде даже просто на эти две работы, что в ателье Левицского в Петербурге продумывались эти соотношения с опорой на опыт живописного портрета. Ну, тут до каких-то забавных сопоставлений. Посмотрите, вот в портрете Анаевы пилястры и какие-то растения. Вот так. Но и здесь же, в портрете Анаевы Лазаревой, за левым плечом, идет такая каналированная пилястра. Мы видим вот эти растения, которые мы встречаем и в портрете. То есть первое, о чем можно сказать, о том, что искусство фотографии воспринимало этот живописный опыт в композиционном решении своих работ, в цветовом решении, в постановке своих фотографий. Вместе, если думать о различии, о том, например, что удавалось живописи больше, что удавалось фотографии больше. Это тоже отдельная тема. Но главное, мне здесь хотелось бы почему-то новое. Зарянка активнейшим образом использовала фотографии, в том числе художественного творчества, в отличие от моего. Зарянка даже заказывал, он делал это не собственноручно. То есть можно сказать, что в какой-то степени живопись приходит вновь в какой-то момент коллективного творчества. Живописец работает с фотографом вместе, потому что Зарянка заказывал фотоэскизы для своих живописных портретов. И фотографы снимали для него предварительно в интерьере, или какие-то детали интерьера, фигуру интерьера, которая затем становилась в его живописной работе. Но мне хотелось бы обратить ваше внимание на то, к чему это приводит, именно в случае Зарянка. Мне кажется, что это очевидно, что в этом портрете Турчениновных сам композиционный замысел шел не от Зарянка, а от Сини Турченинов. Вместе с фотографом. Но даже не от фотографа, а от Сини Турченинов. Ясно, что вот такое перекрывание первого плана. Девочки, изображенные со спины. И вот так, как-то сложно развернутой фигурой. Не может быть придумано жиропистом, который работает в классической традиции портретов, к которому относился и с других остальных Зарян. Здесь, как бы, все противоречит этой традиции. Кого бы не знали. Белок – одна история. Можно сказать, что Зарян получил свою сам. Попробуют поискать в круге Венецианова аналогичное решение. Мы их не найдем. А вот из желания придать изображению естественность жизни, запечатлеть какое-то такое не совсем уклюжее, с точки зрения неуклюка, с точки зрения композиции, классический момент, мгновение. Наверняка владела этим прекрасным семейством. было поддержано на уровне фотоэскиза и затем предупредлило собой финальную живописную деятельность художественных Зарян. То есть мы с вами понимаем, как этот диалог двух искусств оказывается влияющим на сам процесс творческого творчества, он в корыбосковской живописи. Ну, а возвращаясь, все-таки не случайно у нас был здесь и портрет Адольфеакина Панаевой, Женщина, которая была мужем Некрасова и более частью бедой его, Казич Некрасова. Этот портрет, созданный Адольфеакинского, был создан примерно тогда, когда Некрасов посвящает Панаевой эти строки. «Пока еще застенчиво и нежно Свидание продлить желает ж ты, Пока еще кипят во мне мятежно Ремнивые тревоги и мечты, Не торопи развязки неизбежно. И без того она недалека Кипем сильнее последней жажды полны, Но в сердце тайны холод и тоска Так осенью бурливее, Перескрану холодник, бушующий лов. Интересно. Ведь, по сути дела, эти строки, Они, конечно, о цветавшей, о завершавшейся любви, истории отношений, о надежде какой-то, Понимаете, о чем художественная область. И вот изображение Панаева. Еще кипит мятежно Ремнивые тревоги и мечта. Вот есть возможность представить ее в расцвете любви и в увядающей любви. Вот мы можем ощутить по этому портрету не просто элемент представительности этого портрета, Но и внутренний эмоциональный строй этого человека В той взаимосвязи с Некрасовым, которую дает нам эти стихи. Интересно, что я помещаю фотографию, Которая, наверное, не имела перед собой такую прямую задачу Выразить всю глубинную сложность этих моих отношений. В поэтических контекстах она начинает смотреться иначе, чем умеет. Начинает оживать благодаря тому, что фотограф сумел целостно воспринять человеческую личность. Не только ситуативно, не только в этой конкретной обстановке И момент запечатленный, но целостно. И тогда некие поэтические фильтры, Которые оказываются в нашем распоряжении, Помогают раскрыть в этом фотоизображении дополнительные черты и свойства личности. Ну, или героиня еще одного поэта. Леонида Александровна Денисиева, Которая была любовью и драмой Цельчева. Перед нами один из поздних дагеративов. Справа. И, кстати, слева. Портрет Денисиева и портрет Цельчева. И вот тут, конечно, очень интересно, что мы имеем возможность сопоставить в прекрасной декеративе и великолепную актуальность. Причем произведения, созданные, ну, примерно в одну эпоху, примерно в одно и то же время, отразившие разные состояния моделей. Тем не менее, мы понимаем, что это одна и та же модель. И более того, мы понимаем, как сходство позиционных условий этих двух работ. Овал, да. Овальный акварель и овальный дегератив. Они, словно, предполагают сходство постановки фигуры. Вот эти руки, которые в одном случае смыкаются, а в другом случае сближаются друг к другу. Наклон головы. Как все это зависит от формы плотой плоскости, на которой находится изображение. Конечно, это поэтически насыщенный материал, так можно сказать. И я думаю, что это еще не использован до конца ресурс фотографий. Старинный, да и современный, ее включение в поэтические контексты. По-моему, уже издан Росфорта в прошлом году каталог дегеративов. Была такая мощная сводная работа, я знаю, очень серьезная, которая объединила разные собрания, музеи и библиотеки. И вот такой каталог дегеративов русских, он появился. Но ведь вопрос дальше. Это просто архивная ценность или это интерпретируемая реальность? Вот можем ли мы вернуть дегеративов в пространство современного восприятия культуры? Или мы оставим его архивистам и знатокам, которые будут исследовать этот каталог на букву Забов, как он называется. Ну, то все. По-моему, невероятный красотный геотип, представляющий Денисьева. И, конечно, он замечательно расплетается с срочетами Тюльчева. Вот приду я вдоль большой дороги, в свете газущего дня. Тяжело мне загорают ноги. Вдруг мой, милый, видишь ли меня? Все темнее и темнее над землей. Влетел последний он без меня. Вот тот мир, где жили бы с тобою. Ангел мой, ты видишь ли меня? Завтра день молитвы и печали. Завтра память рокового дня. Ангел мой, где в душе не витали. Ангел мой, ты видишь ли меня? Понимаем, что дегератив может и благодаря поэзии, и благодаря какому-то своему изначальному субстанциональному качеству может внести в себе те черты сакральности, связи с каким-то тонким миром, который мы традиционно в силу развития искусств в религиозной эпохе наделяем искусству живописи. Понимаем, что какой бы ни был светским или безбашенно светским живописный образ, что бы там ни было изображено, порой весьма мало приятное, иногда совсем непотребное, противное и безбожное, но что бы там ни было в этом произведении живописи представлено, антологически живописное произведение есть часть сакрального мира. В этом отношении, когда искусство фотографии изурождалось как искусство техническое по происхождению, вопрос о возможностях фотографии представлять эти какие-то иные, тонкие, нефизические миры, не то, что осталось открыто, но ставился. Он также ставился на дно и разрешался, вернее, позитивно, потому что фотографию стали называть светописью. Вот это сочленение с энергией света, света солнечного, хотите сказать божественного, кто как скажет. Это вторая составляющая фотоискусства крови, собственно, технического процесса. Ну и все-таки, возвращаясь именно к этому портрету, необычайно, по-моему, современный. Вот это уж, конечно, эффект исторического существования предмета, да, но вот эта стяночка с трещиной разноцветной, она едва ли не из сегодняшнего гениального фейсбука области фотографий. Вот иногда какие-то произведения, которые созданы так давно, начинают оживать в каком-то совершенно актуальном существовании, прочтении, да, даже по-своему-то художественно-формальным качествам. Ну и наконец, мы с вами подходим к истории такой принципиальнейшей для живописи, когда, можно сказать, само мастерство живописицы во многом рождалось из мастерства подобных. Вот в этом смысле очень яркие артистики, да, тех трех персонажей, которые здесь обозначены. Художник Анатольевич Крамского. Он создал портрет Анатольевича Даниера, который был его руководителем, как ни странно, руководителем Крамского, потому что Даниер был фотоном. Он был выпускником Академии художества, третий турного класса Академии художества Даниера. Но он прославился именно как фотон, и стал профессиональным фотоном. А ретушевером в фото Анатолье Даниера был Иван Николаевич Крамский. И вот рядом фотография Даниера, портрет Анатольевича Бруни, автора знаменитых картин «Медный змей» или «Смерть Камилы и сестры Горадца» в Русском музее. И Фёдор Бруни, который в этой череде – Брюлов, Александр Иванов, Фёдор Брун. Поскольку все три художника примерно в одно время в Италии начинали работать над своими гигантскими шедеврами. Чуть позже, конечно, Александр Иванов всё это завершил. Но явление Христа народу Александра Иванова, последние «Помпей» Брюлов, раньше остальных, и «Медный змей» на слева Брюлов. Это три гигантских шедевровские живописи, обозначившие разные пути возможного развития живописного искусства. Мы сейчас не будем об этом говорить, это снова отдельная тема, а с каждым другом. Фёдор Антонович Бруни стал хранителем живописного академического классицизма. Он, точнее, вернее всех других, отстаивал заповедное мастерство Академии художества, как живописец и как педагог. Александр Иванов увозил искусство живописи в сторону философских глубин и в сторону невероятных духовно-спиритических эффектов света, особенно в своих акварелях. Фарм Брюлов соединял классистические заветы живописи с романтическим сверхэффектом и артистическим способом создания поведения искусства. А Фёдор Антонович Бруни, он в эпоху, когда зарождалась другая академия, когда зарождалось новое академическое мастерство реалистического класса, благодаря передвижению. Он по-прежнему тщательно и с полной веры оборонял и развивал изначальное традиционное академическое мастерство, заложенное в XVIII веке Антона Николаевича Василенко и другими мастерами первого ряда академии. Интересно, что Фёдор Бруни глубоким старцем, будучи уже ректором академии художеств, не принял с первого поступления федора Репина, отправив Репина учиться в Крымскому рисованию школьную рисунку, поступавшую в академию художеств Репина, недостаточно был готов к рисунку с точки зрения ректора Бруни. Но когда со второго раза, учившись у бывшего Летушова Крымского прекрасному рисунку академического плана, Репин поступил в академию художеств, Фёдор Антонович Бруни, этот маститый старец, сразу определил, наверное, определил еще тогда, когда не пустил Репина в академию художеств, что в академию художеств появился новый гейм. Вот это была способность какого-то абсолютного консерватора и ретрограда, ну, ощутить совершенно конкурентное с ним явление Репина, благо Репина, как надежды для русского языка. Вот, видите, тут всего лишь две фигуры, да, и какие сюжеты в исполнительной выписи они связывают вместе. Так вот Крамской, который был необычайно аптечен в своем искусстве, если так можно сказать. Вот это его ретушерская практика у Деньера, она в свою жизнь его и держала на плаву, и вместе с тем словно не пускала куда-то дальше в искусство. Но тем не менее, мы понимаем, как на удивление два современника, фотограф и живописец, ставят перед собой близкие задачи. Они близки по социальному мотиву, поскольку для Карика и для Крамского изображения человека из народа важная, ценная задача, несомненно. Они близки потому, что в каждом из персонажей они находят действенное начало. Вот это некая внутренняя динамика, которая присуща той и другой фигуре. Она подчеркивает, здесь появляется. И Карика и Крамской обнаруживают в своих народных героях вот этот особенный взгляд. Как писал один критик о такого рода портретах, такой взгляд, словно роющийся в тебе взгляд. Взгляд, который очень трудно на самом деле, так как-то поймав, принять самый симпатичный взгляд, как у того, так и у другого, так сказать, персонажа. Вот это понимание какой-то исконной, народной, ничем не придуманной никем жизни. Вместе понимание того, как внутри этой народной жизни существует тревожащее человека начало. Человека склонного к рефлексии, к каким-то привычным городским способам существования. Такой персонаж, конечно, не только радует своей подлинностью, но выбирает и невольную тревогу. Мы понимаем, как живопись Крамского и фотография Карика оказываются отвечающими на этот общий запрос в общую установку. Ну а это сопоставление позволяет нам понять, что иногда фотограф и художник обращаются к одному и тому персоналу. Приходит к совершенно различным объектам. Главное, от чего это зависит? Вот смотрите, дайте сравнить. Алексей Сергеевич Суворов, он человек замечательный. Суворев, простите. Он человек замечательный. Без Суворина многого бы не было в нашей жизни. Сейчас по-разному относятся к театру БДТ. Кто-то говорит, могучий его взгубит. Кто-то говорит, могучий его возгождает. Но в любом случае интерес к этому театру сильный в обществе. Вы знаете, что когда-то театр назывался Суворинским. Это был частный театр, который был основан Суворином. И он получил свою первую славу благодаря Суворину. Суворин был издателем газеты «Новое время». Газета, которую многие ругались на нее, считали ее непролазно-консервативной и совершенно непрогрессивной. И, тем не менее, с этим консерватором Сувориным в переписке находились и Чехов, и, конечно, Настоевский, и Толстой. Он был одним из самых уважаемых, конечно. Но главное, он был интересен своим корреспондентом. Это был человек, мнением которого интересовались как те, кто придерживался Суворинским взглядом, так и те, кто оппонентов был. Ну, два портрета. Один в очках, другой без очков. Вот как называется? Почему в портрете Денгея Суворин без очков? Ну, не знаю, у нас нет письменных свидетельств. Ну, только предположительно. Ну, на самом деле предположительно, что Суворину не захотелось сниматься в очках. Смело. А, кстати, вы знаете и сегодня. Многие дамы и господа, у которых настраивается сделать снимок, почти машинально снимают у себя очки. Как бы не желая, чтобы на фотографии этот момент запечатлелся. А зачем очки на носу у Суворина в портрете Хромского, спрашиваю? Ну, во-первых, кстати, Суворин был не властям помешать Хромского. Уважаем, в одном случае, Иванович, в другом случае, Генрихович. Во всех случаях, в ходу, здесь был Генрихович, да, Денгея. Так. Так вот, почему же, значит, Денгея... Денгея можно было сказать, правильно? У меня без очков говорится, да? А в случае с журопиской эта установка модели могла не собирать свою роль. Потому что для Хромского очки важнейший психолокомпозиционный момент в этом портрете. И, начиная с этого небольшого, так сказать, разночтения между двумя портретами, мы переводим удивительные истории портрета журописного. Потому что, когда Хромской начал писать этот портрет, они с Сувориным были в добрых, почти приятельственных отношениях. И, когда Хромской приступил к работе, он и намеревался написать портрет симпатичного и такого значимого в его жизни человека. Портрет был завершён, был представлен на выставке товарищей передвижных художественных выставок. И эта выставка, надо сказать, уже успела поработать довольно долго, да? Её посетило много народу. И все восхищались, какой прекрасный портрет Суворина он написал Хромской. И все говорили Суворину, какой замечательный образ, созданный друг другу Макалеву. И вдруг выходит статья в газете незабветного Владимира Васильевича Стасова. И Стасов в этой статье, среди всего прочего, как бы между делом, замечает, что какой же у Хромского вышел несимпатичный, отталкивающий образ Суворина. Вот с этим взглядом поверх очков, он с каким-то таким мелким движением руки, да? Словом, да, ну, гасит там сигареты, да? В перепелинице. И сколько же всего отрицательного нашёл уже вописец в этом малосимпатичном человеке? И тут начинается такая лёгкая общественная истерия, да? Поскольку на выставку вновь начинают приходить там уже побывал до того, что посмотрите снова на этот портрет Суворина, который всем казался таким милым до слов Стасова, а после Стасова, значит, показалось, всем стали проверять свои впечатления. Самое замечательное, что всё окружение Суворина, близкие ему люди, тоже быстро обнаружили на след Стасову всё дурное в характеристике Суворина. А потом в этом увиделся и Суворин. И он предъявил претензии к Рамскому. Он просил его по старой дружбе, что называется, изменить, то ли что-то в этом портрете, то ли вообще другой написать, портрет можно отобрать, изничтожить. Я уже не знаю, просил ли, например, Суворин очки снять, или не просил. Как Даниэль, я помню, что просил. Разрешение для зачков фотографировалось. Но мы знаем другого. Мы знаем, чем завершилась эта история. Крамуской сам не ожидал, что он открыл в Суворине такие нехорошие качества. Ему Сувору самому хотелось написать портрет позитивный. И он, до слов Стасова, тоже не видел, между прочим, в портрете, который он создал как автор, ничего негативно противизующего. А после Стасова, он только Суворин предъявил претензии к Рамскому. Но и Крамуской понял, что он написал наконец. Что выявил в этом человеке какую-то такую внутреннюю черноточину нашел. и выразил его. И после этого Крамуской сказал, ничего не перенесли. Они рассорились в Суворину. Они перестали как-то изнаться домами. Но Крамуской не изгонял, не изгонял. Мы с вами понимаем, что между процессами, возвращаясь к этому же, между творческим процессом фотографии и творческим процессом живописи, лежат серьезные различия, которые на разных этапах позволяют выстраивать образ, а потом обновляют в этом образе какие-то дополнительные чем-то смыслы. Понимаем, что никак фотография дерьера, ну сколько ни смотрим, сколько ни разглядываясь с оборотной стороны, не позволит найти вот этого негативного оттенка в трактовке персонала. А жирописный портрет, он прожил такую жизнь свою от одного восприятия к одной интерпретации к другой интерпретации. Ну вот поколение Крамского, Репина, Шишкина вводило все более и более активно фотографию в диалог с изобразительным искусством жирописи. Спасибо вам большое за внимание. Приходите. Продолжение следует... Продолжение следует...